Привет всем ребят, на связи GrimOptimist и сегодня незапланированный видос. Я вчера практически весь день занимался тем, что организовывал себе новое рабочее место. И для этой цели я приобрел себе вот такой вот стол компьютерный. Называется он Master Taunt 2. Покупал я его в сетилинке. Цена около 6000 рублей. Сейчас в принципе все уже готово. То есть стол я собрал, установил там компьютер и все остальное. Но, ребята, хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Это просто может быть полезно тем, кто вдруг захочет тоже себе приобрести такой стол. Ну или подобный. Особенно от этой компании, мастера. В общем, суть такова, что этот стол приезжает в двух картонных коробках. И либо ты собираешь его сам, либо ты можешь заплатить 1000 рублей и тебе его соберут. Но я, естественно, как и, наверное, любой из вас посчитал, что почему бы мне самому его не собрать? Зачем мне тратить лишние деньги? Вроде как бы руки не совсем из жопы. И в процессе сборки, друзья, вчера я столкнулся с одной проблемой. Сейчас покажу. Значит, в комплекте для сборки идет вот такой вот ключ. Я бы хотел лично харкнуть в морду тому, кто вообще, в принципе, положил сюда вот такой вот ключ, рассчитывая, что человек способен собрать этот стол при помощи него. Во-первых, он просто дебильнейшей формы. То есть им просто неудобно работать. Но это-то ладно. Вся проблема в том, что он сделан из какого-то говна. Вы видите, что произошло с рабочими поверхностями. Они смялись у меня на первом болте. Я не смог завернуть им даже один шуруп. Он буквально, вот, наверное, процентов на 80, и когда осталось вот самое сложное, он все, начал уже слизываться. И могу ответственно заявить, что вот этим ключом этот стол собрать нельзя. Поэтому, если вы захотите себе купить такой стол, будьте готовы к тому, что ключом, входящим в комплект, вы это сделать не сможете физически. Я никогда не поверю, что это сделано не специально. Потому что цена нормального ключа, она небольшая. Благо, у меня такой нашелся вообще чудом. Вот, ключ. Это ключ хороший. И им я собрал все вообще буквально там за 2 минуты. Без каких-либо проблем. Но мне повезло, что нашелся ключ ровно такого же размера. Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, какой это размер. У меня штангеля нет сейчас. Ну, может быть, 4 миллиметра. Черт его знает. Кто в курсе, напишите, мало ли. Я просто веду к тому, что если у вас нет инструмента подходящего... Что с фокусом-то, твою ж мать! Вот. Если у вас нет подходящего инструмента, то сами вы его не соберете. И я уверен, что это сделано специально. То есть, что не было никакой проблемы взять и положить сюда нормальный ключ. Ну, вот скажите, сколько стоит такой ключ нормальный? Ну, рублей 100 максимум, да, наверное. Ну, это вообще край, крайний вот... Это я имею в виду, причем даже, ну, цену не по себестоимости вообще. То есть, проблемы никакой его сюда положить не было. Цена стала бы не выросла. Даже если бы выросла на там на 50-100 рублей. Это никакой роли не играет. Но они специально, видимо, кладут вот такие вот ублюдские ключи из говна. Чтобы человек попробовал собрать сам, у него не получилось. И очевидно, чтобы он заказал сборку. Я подозреваю, что у них какая-то, может быть, договоренность с сетелинком. Это, ну, самая такая, как мне кажется, рабочая версия. Возможно, они просто делают это, ну, на пофиг. То есть, просто кладут, лишь бы что-то положить. У меня вчера просто бомбануло от этого довольно сильно. И, ну, вот я хотел обратить такое внимание. Вот такое, значит, здесь будет, ребята, рабочее место. Как вы видите, все готово. Там с проводами я потом немножко разберусь. Тут еще не до конца просто все сделано. Вот. Комната эта небольшая. Здесь у меня там остатки еще девайсов. Вот. Голые стены, как вы видите. И сейчас вот такое сильное эхо в этой комнате. Я планирую наклеить сюда акустический поролон. То есть, вот так вот. Вот здесь вот, может быть, квадратики такие наклеить. Ну, и вот сзади. Это тоже сделать, чтобы не было вот этого эха. Пока на первое время пойдет. Вот. Ну, тут никакой мебели, ничего нет. В принципе, это не страшно. То есть, ну, я тут жить именно не... Ну, как сказать. Спать я в этой комнате не собираюсь. То есть, это просто больше, так скажем, для работы. Конечно, потом, я думаю, здесь что-нибудь еще поставить. Но пока на это денег нет. Пока вот мне нужно просто приобрести акустический поролон. Чтобы просто можно было нормально работать. И, по крайней мере, чтобы звук был на стримах и в видосах там был нормальный. Вот такие дела. Стол сам по себе неплохой. Вот. Я, конечно, толком еще не пользовался. Но он такой нормальный, в принципе. К нему у меня особых претензий нет. Собирается он тоже несложно. То есть, ну, если ключ есть нормальный, собрать его несложно. А, еще забыл, ребят, сказать. Сейчас, короче, секунду. А, блин, где это? Извините, что я себя не показываю. Просто у меня видок не очень. Я что-то не успел как-то привести себя в порядок. А сейчас надо уже там ехать. Нет времени, короче. И потом будет записывать. Вот, короче, в комплекте идет вот такой вот лист. В единственном экземпляре. И сзади есть как бы инструкция по сборке. Смотрите. И фишка в том, что инструкция здесь, блин, не полная. То есть, здесь нету нужных, скажем так, подробностей. Есть только два шага. Это как сделать ножки вот эти вот. Ну, вот эти, да? Угловые. И все. А как дальше приворачивать все это? Тут на самом деле не очевидно. То есть, я разобрался. Но если у вас нет опыта в сборке столов, ну и вообще мебели, вы можете запороться наглухо. И причем, то есть, это очевидно. Они забыли положить один из листов или что-то типа того. То есть, инструкция не полная. И как должны люди, которые не разбираются все это собирать, я тоже не знаю. Вот, я пытался найти в интернете инструкцию, я не нашел. Я реально посвятил этому минут 20. Я умею искать информацию в интернете. Я не нашел инструкцию по сборке этого стола. Я нашел только видос, где чел собирает Master Taunt 1 стол. Он немножко другой. Там столешница такая же, но ножки по-другому сделаны. Вот, частично мне это помогло. Но, как бы, я просто к тому, что вот отношение у компании Master какое-то совершенно ненормальное. То есть, или, может быть, CityLink так кладут, я не знаю. Но инструкция не полная. Ключ говно. Как хочешь, так собирай. Ну, цена, конечно, я понимаю, невысокая за стол. 6 тысяч рублей, это как бы, ну, немного, скажем так. Ну, если просто смотреть по ценам, это невысокая цена за компьютерный стол. Тем более, такой необычной формы, да, все-таки. Ну, блин, не знаю, короче, ребят. Просто имейте в виду, если будете заказывать, то, во-первых, позаботьтесь, купите себе ключ. Вот. И, во-вторых, будьте готовы, что инструкция может прийти не полностью, и вам придется разбираться самостоятельно. Все, ребята, на этом все на сегодня. Давайте, всех рад был увидеть. Всем до скорого. Всем пока, не болейте.